Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта Заметки Электрик. Сегодня хочу рассказать вам о клещах для снятия изоляции от фирмы Спарта. Артикул 177-205, которые я ни в коем случае не рекомендую вам приобретать. О них впервые я упомянул в статье про мои излюбленные клещи Книпекс 12-40-200, которыми я пользуюсь по сей день. Итак, на повестке дня клещи Спарта. Давайте разберемся, чем же они так плохи, почему я их не рекомендую приобретать. Вообще, если быть точнее и следовать обозначению на упаковке, то это даже не клещи, а щипцы для зачистки электропроводов. Ну или кусачки, вот второе обозначение. Как я и говорил, я стал их обладателями не по своей воле. Итак, вот их упаковка. Вот они идут, продаются вот в такой упаковочке. Вот их внешний вид. На первый взгляд они вполне приличные и даже схожи с подобными китайскими клещами. Стоимость данных клещей составляет всего около 150-160, ну не знаю, в районе этой суммы, рублей. Корпус выполнен наполовину из тонкой стали. Это вот, это вот как раз одна рукоятка. А вторая половина выполнена из пластмассы. Между собой корпус склепан. Используемая пластмасса очень грубая и жесткая. Множество заусенок. Вот здесь, здесь. И зазубрин. Пластиковая рукоятка кривая. Так же, как и сами губки. Вот видите, они как бы не в одной плоскости. Вот когда смыкаются, еще встают более-менее. А так, то есть они все кривоватые. Лезвия ножей также какие-то подозрительные. Изначально мне показалось, что они выполнены из пластмассы. Я уж и удивился. Затем преподнес магнит и удостоверился, что все-таки они выполнены из стали. Так, ну и ладно. Может они просто с виду такие неказистые. А в работе, ух, какие удобные. И выполняют свои заявленные функции. Клещи Спарта по назначению ничем не хуже, чем мои немецкие клещи Книпикс. И предназначены, первое, для зачистки жил проводов и кабелей сечением от 0,2 до 6 мм. Причем указан диаметр зачищаемых жил, а не их сечением. Второе, предназначены для снятия внешней оболочки с плоских кабелей шириной не более 8 мм. И третье, они предназначены для резки жил проводов и кабелей. Данные клещи Спарта почти в два раза легче, чем тот же Книпикс. И весят около, ну, чуть более 100 грамм. По длине они имеют также преимущество перед Книпиксом. То есть их общая длина составляет 170 мм. Вот это тоже указано на упаковке. У данных клещей абсолютно нет никаких регулировок. То есть отсутствует регулировка диаметра реза. То есть нигде я не вижу. То есть, в принципе, вставляя любой диаметр провода, и он должен снимать с него изоляцию. Отсутствует регулировка глубины реза. То есть, как вы помните, ограничитель был на Книпиксах. Вот, на Книпиксах это регулировка диаметра реза. А это регулировка глубины реза. Длина зачищаемой изоляции. У Спарта же этот ограничитель отсутствует, а просто на корпусе нанесена шкала. Тут в разных единицах. Ножи у этих клещей не сменные. И если они затупятся, то придется приобретать новые клещи. К великому удивлению, вам это и не понадобится. Так как эти ножи никогда не затупятся. Потому что изначально они пришли тупыми, а сами клещи, изоляцию, жилпроводов и кабелей не снимают вообще никак. Сейчас вы в этом убедитесь. Да, кстати, прежде чем перейдем к тестам, ради интереса я нашел в интернете описание фирмы Спарта. И очень интересно это описание, мне так понравилось. В общем, Спарта, их слоган, это просто и практично. Такова концепция бренда. Весь ручной инструмент Спарта выполнен в спартанском духе, без ненужных дополнений, при этом очень надежен и удобен в использовании. Продукция производится на Тайване и в Китае. Главным достоинством является их невысокая стоимость, поэтому она доступна широкому кругу покупателей. Очень красиво сказано, но давайте теперь после этих слов убедимся в данном слогане данной компании Спарта и проверим их на деле. Давайте сначала проверим работу клещей Спарта. Сначала нажили сечением 1,5 квадратных миллиметров. Вот у меня кабель ВВГ. Снимаем с него оболочку с помощью ножа НМИ-01. Вот у нас жилки 1,5 квадратных миллиметров. Впечатлениями о данном ноже я не так давно поделился с вами. Об этом у меня имеется отдельное видео. Переходите по ссылке выше и знакомьтесь. Очень хороший нож, очень мне нравится. Берем клещи. Вот у нас жилка 1,5 квадратных миллиметров. Вставляем жилу в клещи, нажимаем на рукоятку, губки зажимают проводник и ничего не происходит. Ножи не провязают изоляцию жилы, то есть не снимают с нее изоляцию. Кусачки или щипцы, или снять изоляцию, на самом деле изоляцию не снимают. Парадокс, не правда ли? Попробую снять изоляцию не на середине ножей, а немного в стороне, в том краю, где зазор между жилой и лезвием чуть меньше. Давайте здесь. То есть ситуация повторяется. Ничего. Изоляцию не снимает. Попробуем снять изоляцию с жилы 2,5 квадратных миллиметра. Для этого также беру кабель ВВГ 3х2,5. Опять же с помощью излюбленного ножа снимаем изоляцию. Ну вот берем жилку. Давайте вот эту возьмем. И повторяем эксперимент. Вставляем жилу, сжимаем рукоятки. Ничего не происходит. Клещи изоляцию не снимают. Может это такой экземпляр попался мне неудачный? Давайте ради интереса попробуем вторые клещи. Проверим. Вдруг они лучше. Вот на этой жиле, только на другой. Сечением 2,5 квадратных миллиметра. Изоляцию клещи не снимают. И вторые тоже. Попробуем снять внешнюю оболочку с плоского кабеля. 3 на 1,5 квадратных миллиметра. 3 на 1,5 квадратных миллиметра. Он как раз подходит по ширине, согласно заявленным характеристикам. Ну все аналогично. То есть вставляем кабель в губки. Сжимаем рукоятки. Ух ты! Ух ты! Разлетелись клещи. Вот и все. Ну вот так вот, в прямом эфире, как говорится, клещи вышли из строя. Ну в общем, это еще раз говорит о том, что внешняя оболочка, внешнюю оболочку с кабелей, они, данные клещи, тоже не снимают. Ну теперь давайте попробуем третий эксперимент. Обрезка жил проводов и кабелей. Ну ладно, пусть они изоляцию с жил не снимают, пусть они изоляцию, вернее, оболочку с кабелей, внешнюю оболочку с кабелей тоже не снимают. Но может они просто будут, их можно использовать чисто как для обрезки, для резки проводов и кабелей. Ну давайте попробуем. Вот берем жилку, полтора квадратных миллиметра, медь, вставляем жилку в резак, вот два ножа, вот он, резак. и он даже не может ее обрезать. Он просто ее делает там на проводе, нажили надсечки, вот видите, но не обрезает. Давайте ради интереса попробуем еще провод два с половиной, хотя я сомневаюсь, но тем не менее, вставляем нож, как показать-то нагляднее, вот так может, вставляем в нож, я даже не могу полностью безрезультатно, то есть никак вообще не режет. вот он для сравнения к НИПЕКС. Вот еще он. Вот это режет. Аспарта ничего не режет. Думаю, этого достаточно сделать выводы, что не стоит тратить свои средства на подобного рода клещи, пусть даже они и стоят относительно недорого. Хотя по обзорам на просторах в интернете я встречал аналогичные формы и габаритов клещи и тоже причем китайского с китайских сайтов китайского производства, которые по обзорам вполне нормально снимали изоляцию с жил проводов и кабелей. Вот именно клещи Спарта показали вот себя именно с такой стороны. То есть данные клещи не рекомендую приобретать. То есть это своего рода пластмассовая игрушка стилизованная под инструмент. инструмент. Такие клещи мне в моем инструменте не нужны. На этом пожалуй все. Надеюсь что выводы вы для себя сделали. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео ставьте лайки. подписывайтесь на канал Заметки Электрика. До новых встреч. Удачи.